Нынешний собственник здания мечтал сделать здесь гостиницу, но вот незадача. В доме по-прежнему проживают люди, причем проживают на совершенно законных основаниях. Прошлой весной здесь кипела работа, но сейчас тишина. Хоть и маленькая, но победа граждан. Пытаемся пройти внутрь, но на нашем пути возникает вахтер. Это частная собственность. Вы не поняли, я не собираюсь на частную собственность снимать. Они идут ко мне, в комнату. Ну я не говорю, я что могу поделать. Приказ не пущать, как привет из прошлого века. Причем вахтер постоянно консультируется по телефону с загадочным собеседником, который и отдает приказы. Поскольку силу применять никто не настроен, вызываем наряд полиции. А пока его ждем, беседуем с адвокатом жильцов. По его мнению, ситуация с домом критическая. Для людей просто созданы такие нечеловеческие условия, но о которых даже страшно подумать. Вот кроме смеха, я в армии был, я в спецназе ГРУ служил. Казалось бы, я все видел, ничего не страшно. Нет, вот если вот в обычную жизнь перенести человека обычного, и хотя бы здесь, чтобы он недельку пожил, поводит и убежит. Наконец появляются полицейские, и съемочная группа проходит внутрь. С нашего последнего визита здесь мало что изменилось. Повсюду строительная пыль, провода на стенах, обеспечивающие временную схему электропитания. Вода из пожарной системы. Вот мы этой водой пожарной пользуемся. Впрочем, некоторые изменения все же есть. Сейчас здесь проживает только 4 человека. За долгие месяцы судебный тяж бы кто-то умер, кто-то съехал. Остались только те, кому действительно некуда идти. Поэтому они настроены в этой ситуации идти до конца. Корень злозавод. Как можно было продать с людьми вообще? Как можно продать с людьми? Сначала людей должны заселить, а потом заниматься продажей здания. Незаконно приватизировано оно. Законом строго 30-20, законным строго запрещено приватизация общежитий. Здание когда-то принадлежало к оксогазовому заводу. Но с помощью цепочки договоров оказалось в собственности у частного лица. А люди, которые здесь проживали, вроде как и не существовали. Мария Лаврентьевна Кочетова проработала на коксогазовом заводе 38 лет. В прошлом году вышла на пенсию. Живет в общежитии уже 27 лет. Мы еле только добились вот сейчас, что у нас есть хоть не фальшивые паспорта. То было так сделано, что у нас и паспорта фальшивые, и мы здесь незаконно живем, незаконно прописаны. Документы обращались раз пять, паспортный стол. Нам все время отказывались, что на вас никаких документов нет. Но вот потом, в конце концов, мы уже добились все это через суды, что паспорт у нас есть действительно. Также жильцам удалось добиться остановки ремонтных работ, а суд обязал владельца вернуть зданию первоначальный вид. Но, судя по всему, никто не торопится выполнять решение суда. Юрий Кокарев считает, что при желании проблему можно было бы решить в кратчайшие сроки. Но для этого необходима добрая воля собственника. Есть все правовые основания, более чем достаточно, для того, чтобы собственник здания за свои денежные средства расселил лиц, которые пострадали по его вине, ввиду беззаконных его действий, в квартиры. Да, это альтернатива. Я считаю, что комната, конечно, однокомнатная квартира, они неизмеримы. Но с учетом того, тех затрат и психоэмоциональных, и здоровья, которые понесли люди, это, я считаю, полноценный обмен. По словам юриста, впереди много судебных разбирательств. Но еще ближе зима. Отопления в здании бывшего общежития нет. Мало того, оно находится в аварийном состоянии, и его планируют закрыть. Что будет с проживающими здесь людьми, до сих пор не ясно. Максим Козлов, Евгений Садовский, Ольга Садовская. Видное ТВ.